Всем добрый вечер. Мария Денисова у микрофона в эфире Кузбасский маяк. Как найти общий язык со своей собакой, чтобы понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда? Что творится у нее в голове? Как она воспринимает хозяина? Почему порой бывает просто неуправляемой? У начинающих, а порой у опытных собаководов возникает масса вопросов. Сегодня мы их адресуем нашему гостю, счастливому обладателю редкой специальности, зоопсихологу. Олег, рада видеть вас в нашей студии. Здравствуйте, я тоже рад слышать, рад видеть вас, Маша. Готов ответить на ваши вопросы, рассказать о том, что я знаю, поделиться своим опытом. Ну, это распространенный вообще такой вопрос. Давайте я полностью обрисую, какие могут быть вообще ситуации, чтобы не только вам ответить, а потому что это распространенный вопрос. Вот смотрите, есть такой термин в зоопсихологии, фрустрация называется. То есть разрешение, непонимание, собака начинает вот такую разрушительную деятельность вести по нескольким причинам. Наиболее часто это встречается, когда щенок еще маленький совсем, да, и хозяин уходит из квартиры. Первая причина то, что именно уходит хозяин из квартиры, да. Он теряет своего вожака, то есть это как бы вы становитесь же членом стаи уже для собаки. Вот. И член стаи вожак уходит, да. Что ему делать? Он начинает вот выплескивать эту негативную свою энергию на вашей мебели, на ботинках, на палентусах, там, ну, на всем, что там на лыб ему попадается. Вот. В таком случае я рекомендую просто приобрести небольшой вольер. То есть сейчас в магазинах продается, как бы, очень много всяких клеточек, вольеров. Только единственное, что этот вольер должен, клетка должна быть, ну, соизмерима размером вашей собаки. То есть она не должна быть маленькая. Вот. Там вы оставляете животному, как бы, игрушки какие-то, он занимается и понимает, что он не может выйти, там, скажем, за пределы этой клетки и, соответственно, нести ущерб в вашей квартире будет, ну, ему невозможно это сделать. Тем самым вы просто сразу пресекаете, лишаете все вот эти конфликтные ситуации, разочарования свои по приходу домой. Все, абсолютно владельцы собак, щенков, особенно начинают сталкиваться с этим. Вот. Потом, ну, тут тоже нюансы такие, что животное нужно правильно приучить к этой клетке, что не было, чтобы для нее это как карцером, наказанием там и так далее. То есть здесь вы должны преподнести собаке своей то, что вот эта клетка, это ее приют вообще на самом деле, это домик, да, она там может спрятаться от всего угодно. То есть если вы там допускаете дома какие-то виды наказания для животного, да, то если собака у вас заскочила в клетку, то все. Здесь это не должно ни в коем случае не наказываться, ничего такого не должно происходить. Плюс к тому же ко всему, если вы будете кормить свою собаку, то она будет очень положительно воспринимать именно вот это вот свое место. То есть это будет ее, скажем, островок счастья и всего хорошего. Потом, если собака у вас сейчас в 7-летнем возрасте начала это делать, ну здесь тоже причину надо знать, потому что просто так вот 4 года собака жила и ни с того ни с сего это тоже не может быть. То есть что-то случилось у вас, а что именно, вот здесь нужно понимать причину, что случилось. Могут случаться, когда маленькая девочка-собака становится уже половозрелой особью, да, или там кобелек, да, становится половозрелой особью. И требует друга себе. Да, и вот тут они начинают вот как раз вот такие вещи. Они начинают не подчиняться, они начинают никого не слушаться, да, вот замечательно. На улице вообще на вас внимания никакого не обращают. Вот, здесь тоже нужно это все дело пережить, сформировать центр внимания возле себя. А вообще, честно говоря, если вы не собираетесь стать, скажем так, коммерческую выгоду какую-то от собаки своей получать непродолжателем рода, чтобы она у вас стала, то я вообще рекомендую стерилизовать животное. Ну, смотрите, вот если она у вас 5 лет уже это делает, то здесь немножко посложнее будет. Все вот эти вот негативные моменты нужно решать, как только они начинают вот только происходить. Дальше уже, в чем сложность заключается, в том, что как бы у животного вырабатывается стереотипное поведение, да, вот, и она начинает уже вести себя так постоянно. Это, конечно, нужно убирать, то есть, я не знаю, может быть через отрицательное подкрепление, скажем. А может быть, вам лучше убирать эти вещи. Ну, ты же все убрали, все равно находит что-нибудь. Все равно находит, сама по себе находит. То есть, ну, вот как объясниться это все? Ну, вот смотрите, когда у вас находится животное в доме, да, то здесь невозможно быть дрессировщиком там 15 минут в день, когда вы выходите на улицу с собакой, да. Это уже должно быть у вас, как бы, 24 часа в сутки. То есть, это линия уже поведения, линия ваша должна быть. То есть, вы каждым своим жестом даете собаке понять, что она сделала правильно и сделала неправильно. Вот, соответственно, я вот рекомендую всем сейчас слушателям научить свою собаку двум маркерам. Первый маркер, это маркер, да, когда собака понимает о том, что она сейчас сделала что-то хорошо. Вот. И второй маркер, это маркер нет. Когда вы собаке даете понять о том, что она сделала что-то неправильно. И пользоваться этими марками абсолютно везде. То есть, и когда вот у вас, вы сразу обозначаете животному, что вот это можно сделать, вот это вот нельзя делать. Проявляете, опять же, вот еще раз говорю, что терпение, очень много терпения. Потому что, когда вы срываете свою, как бы, злобу, да, на животном, то есть, начинаете наказывать, а еще начинаете наказывать, допустим, когда пришли с работы, да, уже что-то случилось. То есть, не на месте преступления, в кавычках преступления, естественно, вы застаете свое животное. А именно, когда уже пришли, уже факт это свершившийся. А собака уже забыла, что это было. Да, она не понимает, и у вас вот эта вот степень доверия и уважения, она уходит. То есть, когда вы находитесь на пике доверия, на пике уважения, то собака будет вам заглядывать в глаза и ждать от вас чего-то поощрения какого-то. То есть, я вот, например, рекомендую выходить на улицу и не разрешать собаке вообще ничего там поднимать. То есть, ни палки никакие абсолютно, то есть, в виде игрушек, да. Мы идем в лес, и у нас собака поднимает палку, несет, мы начинаем эту палку бросать, да. Вот, нет, у моих собак есть игрушки, которыми они играют. Вот, и все, что касается моего животного, здесь решение принимает, не собака принимает решение, а принимаю решение я. Допустим, вот вам, Маша, приходит, значит, собака ваша, да, и приносит игрушку, ваш ответный поступок. Что вы будете делать? Вот он взял в зубы мячик, привез вам, что вы будете делать? Не знаю, что я с ним буду делать. Ну, он предлагает вам играть. Ну, то есть, это с полуподнятой, которую нельзя принимать. Нет, нет, дома, дома, домашний мячик. Ну, я возьму эту игрушку и, естественно, буду играть с ним, кидать. А вот теперь ответьте мне на вопрос, кто принял решение об игре? Вы или собака? Он. Собака, конечно. Вот. Я в таком случае, я буду тоже играть с собакой. Может быть, если я захочу. Вот. Но не в эту игру, которую он мне предлагает мячиком, да, там, допустим. Да. Я немножко в другую игру поиграю другим предметом. Все игрушки, которые находятся в квартире, принадлежат мне. Не собаке принадлежат, а мне. То есть, у меня есть несколько игрушек, которые постоянно лежат на полу. И несколько игрушек, которые лежат где-то в корзинке. В доступном месте только мне. Я делаю смену игрушек, когда воспитываю собаку. То есть, я их забираю, потому что они принадлежат мне. И выдаю ей другие игрушки. На следующий день прихожу, забираю и выдаю ей другие игрушки. Тем самым я ей объясняю, что это мои носки, мои игрушки. Ты можешь играть или брать мои вещи, либо вот эти игрушки, только с моего разрешения. Вот. Носки принадлежат вам. И собака не имеет права их брать без вашего разрешения. Так же, как и игрушки. Так же, как и охранять территорию. Вот у нас собачки деревенские, пустолаки. Да, вот они начинают лаять, когда кто бы мимо там не шел. Вот. А моя собака будет лаять только в том случае, если кто-то подойдет и станет возле калитки. Не когда будет проходить человек, а именно когда станет возле калитки. Потому что я разрешаю ей охранять мою территорию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова